Программу реабилитации наркозависимых граждан, своего рода национальную стратегию, возможно к концу года рассмотрят депутаты Госдумы. Этот пакет документов уже окрестили беспрецедентным. Наркомания – угроза национальной безопасности. Все усилия государства сейчас направлены на то, чтобы сократить предложения и спрос на опасные вещества. Ключевую роль играет реабилитация и ресоциализация наркопотребителей. По данным Госнаркоконтроля страны, ежегодно выявляется свыше 1 миллиона наркозависимых. Лишь 10-20 тысяч из них вовлекаются в реабилитацию. Вот и вся эффективность. Вопросы реабилитации наркозависимых и работы программы противодействия наркомании в Чувашии обсудила специальная комиссия. Александр, имя изменено, попробовал наркотики в 16 лет. Из любопытства. В итоге на протяжении 10 лет доза за дозой скандалы в семье и конфликт с законом. Мне место лишения свободы дали отсрочку на 4 года. И назначили, получается, лечение, пройти полное лечение, курс лечения в наркологическом центре. Лечение вместо заключения через отсрочку. Один из способов реабилитации наркозависимых. Касается он тех, кто совершил преступление так называемой незначительной социальной опасности. Наркомания – угроза национального масштаба. В стране обсуждают государственную программу реабилитации. В регионе – проект ресоциализации наркозависимых, совершивших преступления. Говорят, с такими гражданами работа ведется и в исправительных учреждениях. Разумеется, не все так радужно. За полгода до освобождения с лицами, которые подлежат освобождению, начинается работа с сотрудниками УСФИНа по подготовке именно, в том числе и медперсонала по подготовке к освобождению. За указанный период 15 лиц освободилось на территории нашей республики, которые пожелали остаться. Да, действительно. Но из 15 лиц на сегодняшний день мы смогли сработать только с четырьмя. Для постановки на учет, сопровождение и лечение освобожденных требуется их согласие. В этом медике просто бессильно. Наркоманию как аппендицит не вырежешь. Болезнь необычная. Тут ворох проблем от того, как уговорить на лечение, до того, как не навредить. Они когда встают на этот диспансерный учет, там уже возникает проблема другого плана. То есть на них ставится печаль и все дальнейшее продвижение там где-то по карьерной лестнице, ну во многом им где-то бывает закрыто. И пациенты боятся именно этого. Поэтому они либо уезжают на анонимное лечение, на анонимное обследование, а в официальные учреждения здравоохранения, то есть официально даже на территории, допустим, республики, они не всегда доходят. То есть вот эта проблема тоже, в общем-то, существует. Поэтому здесь, ну это вот вопросы больше, наверное, к юридическим службам и к законодательным органам. Станет ли принудительное лечение выходом – вопрос и нелегкий. Споры между сторонниками и противниками не утихают. И все важнее становится другой аспект – быстрое выявление наркозависимых. Чем меньше стаж, тем больше шансов на благополучную реабилитацию. Один из способов, прописанных в региональной программе противодействия наркомании до 2020 года – добровольное тестирование в вузах и СУЗах. Обследовали 32 учреждения, почти 5000 человек. Выявили трех употреблявших наркотики. Однако под обследование не попала рабочая молодежь. А тест-полоски, что были в наличии, не совсем то, что нужно. Словом, использованные тест-полоски предназначены для выявления традиционных видов наркотиков. А в Чувашии распространены другие, более дешевые, как правило, новые. На закупку нужных тест-полосок и на более масштабное тестирование понадобятся дополнительные деньги. Расчетами в ближайшее время займутся заинтересованные министерства.